В ночь на четверг на автодороге Челябинск-Екатеринбург произошла массовая авария с участием более десятка автомобилей. По меньшей мере три человека получили тяжелые травмы. Вон машина убитая, вот машина убитая. Здесь две машины под фуру влетели. Там вон дискорая моргает дальше туда. Там трупы говорят, там вообще месиво. Массовое ДТП на Еборгской трассе, не доезжая большого тоскина в сторону Екатеринбурга из Челябинска. Столкновения, точнее череда столкновений автомобилей произошли в условиях густого тумана и дыма горящих торфянников. В половине первого часа ночи 14 октября на 54-м километре автодороги подход к Екатеринбургу от трассы М5 Урал. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, первым наезд на легковой автомобиль Lada 14-й модели совершил водитель тягача Рено. 37-летний водитель Lada, попав в туманы и потеряв какую-либо видимость, медленно снизил скорость и, не изменяя полосы движения, остановился, включив аварийные фонари. Следовавший за ним дальнобойщик этого сделать не успел и протолкнул Lada настоящую впереди другую Lada, Гранту. А того, в свою очередь, отбросил на автомобиль Луидор. Водители всех транспортных средств, за исключением тягача Рено, получили травмы. Но это столкновение оказалось не единственным. Вот этот, ***, влетел в нашего товарища, ***, ***, всего. Вот авария, вон авария. Ну-то вот Олега, ***, спасло 520-3 угол-то в башку летел, ***, и сидушку-то с ним сорвал. ***, жесть. Так как надо было лететь? Еще в одном столкновении на этом же участке Челябинского тракта тяжело пострадал водитель «Газели», которого зажало в кабине. Многочисленные очевидцы аварии поддерживали мужчину разговорами, как могли до приезда спасателей. А когда тем удалось деблокировать кабину «Газели», вынули пострадавшего и перенесли в реанимобиль скорой помощи. Другие участники массовой аварии не пострадали. Вот еще один стоит, но этого уже грузят. Дальше сейчас тут вот еще мясо два. Под трал залетели. И все, причина тому туман. Дым, туман. Вот еще стоят. Нашего уже забрали. Вот еще двое стоят. Вот здесь между двумя вот этими фурами еще Раф был. Вон он на обочине стоит. Раф между двух фур попал. И хоть бы хны, у него все, даже фонари целые. Повезло этому Рафу вообще, блин, жесть, как повезло. Напомним, в Свердловской области, в районе Каменско-Уральского, тем же утром произошла еще одна массовая авария, также с участием 12 автомобилей. И также по причине недостаточной видимости на трассе. Однако в том случае о пострадавших не сообщалось. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.